МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На что посмотреть и с кем сходить. А также проблемы с картами, современные паспорта и опасный сезон. Из-за ранней весны проснулись клещи, что советуют специалисты. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Новые горизонты. В Бобруйске организуется обновленный маршрут автобуса номер 20. В тестовом режиме работа начнется 6 марта. Обкатывать рейс будут по 20 число. Движение по маршруту улица Гоголя, тепличный комбинат будет осуществляться от остановки микрорайон Западный. Время отправления 14.55. К слову, в конце прошлого года автопарк пополнился тремя новыми улучшенными моделями. Особенность автобуса в том, что это первые автобусы, которые сегодня идут в виде наблюдения, установлены на заводе изготовителей. Стоит 4 камеры. Одна камера заднего хода и 3 камеры на всех дверях на выходе и входе в автобус. Что позволит не только вести подсчет пассажиров, но и видеть реакцию нашего водителя и реакцию наших пассажиров. И решать спорные случаи. В обновленных салонах предусмотрены кондиционеры, пандусы и 26 посадочных мест. Сейчас в распоряжении автопарка 160 автобусов. Состав парка ежегодно обновляется для качественного обслуживания в городе и за его пределами. В планах приобрести еще 10 комфортабельных средств передвижения. Цена жизни. Авария со скорой произошла в Могилевской области. На 103-м километре дороги Р-43 в Славгородском районе водитель спецтранспорта при выезде на перекресток не выполнил требования знака «Движение без остановки запрещено» и столкнулся с большегрузом. В результате газа прокинулся и получил повреждения. В машине неотложной помощи в момент ДТП были два фельдшера, которые получили травмы различной степени тяжести. Водитель Газели госпитализирован. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Экологические стандарты, сезон клещей, биометрические документы. За первые два месяца 2024-го выдано почти 11 тысяч новых свидетельств. Сколько белорусов стали владельцами биопаспортов? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Сочи продолжается поставка пассажирской техники масс на компримированном природном газе. Экоавтопарк курорта пополнится 21 машиной среднего класса. Продукция соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят сидельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования. Всего более 500 моделей и 3000 модификаций. Примерно 3% населения страны уже получили биометрические документы, удостоверяющие личность. Более 270 тысяч идентификационных карт и 95 тысяч видов на жительство. Владельцами биопаспортов стали более 220 тысяч белорусов. За первые два месяца 2024-го выдано почти 11 тысяч новых свидетельств. В связи с технологическими работами возможны сбои функционирования банковских карт в ночь на 2 марта. С 3 до 6 утра могут возникнуть перерывы в обслуживании держателей пластика финучреждений. К слову, трудности также могут быть в сети организаций торговли, пунктах выдачи наличных, в работе устройств, самообслуживания и банкоматов. В стране обсудили подготовку к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Власти столицы решили нестандартно и творчески украсить городские проспекты. Особое внимание уделят знаковым местам. Жителям Минска покажут, каким он был в момент освобождения. Украшать город начнут уже в мае. Еще один ключевой вопрос – награждение вымпелом за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Его получат 9 населенных пунктов страны. Клещи проснулись после зимней спячки. Ранее наступление обусловлено потеплением. В последние годы отмечаются короткие зимы с несущественными холодами. Специалисты напоминают – больше всего вредители обитают в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах, молодых зарослых осинника, на вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог и там, где пасется скот. Быт, работа, отдых. Электроприборы – не первый год, часть жизни абсолютно каждого белоруса. Однако электричество при несоблюдении правил может быть опасным для жизни и здоровья. Виталий Гаврусев порассуждал на тему. Электричество вошло в наш быт давно. Мы уже вряд ли сможем представить свою жизнь без электроприборов и освещения. Но порой в повседневной жизни, в уютной домашней обстановке мы забываем – энергия из надежного друга может легко превратиться в смертельного врага, если мы не следуем правилам безопасности. Мы рекомендуем уделить обязательное внимание состоянию ваших бытовых электрических приборов, которые находятся внутри жилого дома. В обязательном порядке осматривать состояние, чтобы не было повреждения изоляции, чтобы не были нарушены корпуса электрических розеток, чтобы не были нарушены штепсельные вилки технически, были в исправном состоянии. Госэнергогазнадзор рекомендует в первую очередь обратить внимание на безопасность жилья. Короткому замыканию способствует механическое повреждение изоляции, ее разрушение под влиянием факторов внешней среды – нагрева. Все электропроводки должны быть заделаны, или если это квартира, как правило, это делается в штробах, скрытым под штукатуркой, если это частные дома, порой используется способ или на роликах для старых домов, или в современных кабель-каналах ПВХ, или в металлических каких-то трубах. Проверить состояние изоляции не просто можно, но и нужно в аккредитованной лаборатории, которая выполнит необходимые измерения. Их периодичность – один раз в три года. При нарушении использования электрических проводок, при дефектах в монтаже, при использовании неисправного электрооборудования, поврежденных каких-то бытовых электроприборов, порой возникает ситуация, что может привести к каким-то или варийным ситуациям, или в сгорании. Бытовые приборы – сложные электрические аппараты с большой мощностью потребления. Подумайте о том, чтобы заменить всю электропроводку в соответствии с облеменными требованиями на трехпроводную. Не экономьте на собственной безопасности. Содержите электроустановки в исправном состоянии. Это сохранит вам жизнь, предотвратит ущерб имуществу. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Со всеми удобствами Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Чтобы стать жильцом благоустроенной квартиры по выгодной стоимости, необходимо подать заявление в службе «Одно окно» по адресу Ленина 1 в кабинете 101-102. С подробным перечнем свободных жилых помещений арендного пользования можно ознакомиться в информационной папке или на сайте горисполкома. Указывают конкретный адрес, то арендное жилье, которое они хотят получить. Решение принимается в течение месяца. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться по короткому номеру 142, справочное «Одно окно», а также городские телефоны 680061 и 680062. Арендное жилье стремительно набирает популярность. В стране готовы удовлетворить спрос, перспективному направлению уделяется особое внимание. Только в этом году в планах возведения порядка 355 тысяч квадратных метров. Драгоценный клад выставка «Волшебный мир камня» открылась в Бобруйске. В преддверии весны художественный музей традиционно проводит акцию с целью популяризации минералогической коллекции геолога Виталия Соколова. Окунуться в мир волшебства и насладиться редкими экспонатами природы может каждый желающий. Выставка работает по 7 марта с 11 до 19 часов. День закрытия – до 4. Стоимость билета – 2 рубля. В 2014 году Бобруйский художественный музей открыл уникальную экспозицию минералов и горных пород «Живопись земли», созданную на основе коллекции почетного гражданина города геолога Соколова Виталия Николаевича. Сегодня коллекция из минералов и горных пород насчитывает почти полторы тысячи экспонатов. Окаменелости, горные породы, минералы флюорид, яшма, агат. В обручании гости города смогут посетить не только экспозицию «Живопись земли», но и увидеть новые коллекционные образцы украшений и изделий из поделочных камней. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите! Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok